Кто посмеет ее осудить? Ветер дует на блюдце озером, чтобы воду в нем остудить. Нет, я вовсе не против холода. Скучно землю снегов лишать. Слово льется над катком, люди рассекают лед коньком. От такого катания на свежем воздухе и сам начнешь сочинять стихи. Польза двойная, здоровье подтянешь, новые произведения и литературы узнаешь. Причем не только отечественные. На катке звучат стихи авторов 13 городов ЮНЕСКО. Каждый читает на своем родном языке, а простом, зимнем, чудесном. Даже если не знают люди иностранного языка, ирландского, чешского, любого другого английского, то они все равно смогут понять те эмоции, которые передадут наши авторы, которые будут звучать из всех громкоговорителей на катках. Мы надеемся, что каждый, кто гуляет по центру, либо катается на катке, почувствует литературу. Потому что литература, она повсюду. И в такие новогодние дни, так как эти стихи пророчены к зиме, к нашим холодам, к Новому году, и они просто окунутся в эту волшебную атмосферу. Если для посетителей катка стихотворение из громкоговорителей – это минимум атмосфера и новогоднее настроение, для авторов шанс быть услышанными. В современном мире у книги слишком много конкурентов. Это уже очень хорошая возможность продемонстрировать, что и сейчас люди пишут, и сейчас этим занимаются. То есть, может быть, кто-то после этого захочет почитать. Посетители катка признаются – под музыку кататься привычнее. Но эксперимент со стихами из колонок нравится. Познавательно. Нестандартно как-то. Какое-то другое немножко самочувствие. Состояние, что ли. Непривычное. Прочувствовать надо. Еще дети у нас не очень взрослые, поэтому еще не понимают. Музыка-то им привычнее, поэтому… Ну, полезно. Ну, полезно. Полезно, конечно, полезно. Совместить приятное с полезно можно было сразу на пяти катках города. Кроме Центрального, на трех ледяных аренах Заволжья и одной железнодорожного района с 5 по 10 января. Максим Бажанов, Екатерина Терещенкова, Бахтиер Салтанов, репортер 73.